Всем привет! Сегодняшнее видео, я думаю, что будет просто мега полезным, особенно для тех, кто делает сейчас ремонт, кто, например, как-то хочет изменить свой дом, свою квартиру, свою комнату, всё что угодно, и не может понять, что же покупать, что есть некрасиво, что есть красиво, как в этом многообразии отделить шлак от нормальных предметов мебели, от нормальных отделочных материалов. Мы сейчас говорим даже не про качество, потому что качество очень непредсказуемое, даже в хороших проверенных магазинах может попадаться какая-нибудь какашка откровенная. Мы сейчас говорим именно про внешний вид, внешний вид предметов мебели, внешний вид отделочных материалов. Я стараюсь перед каждым таким провокационным видео оговаривать, что это моё мнение, и что особенно важно это видео для тех, кто сейчас делает ремонт, собирается делать ремонт, или хочет что-то изменить. Если то, что я буду перечислять, попадает у меня в список некрасиво, и, допустим, у вас так дома, не нужно бежать, это переделывать, это выкидывать, покупать новое. Если вдруг вы купили своё гнёздышко, и вы не знаете, как вот в данный момент его обустроить, и что красиво, что некрасиво, то это видео для вас. Видео, наверное, тем, что я часто в сторис в инстаграме вам показываю, как делать не надо. Например, увидела в каком-нибудь магазине страшную плитку, или в кафе, или у кого-нибудь дома, и говорю, так ни в коем случае не делайте. И некоторые пишут, а как тогда надо делать? Так вот, на примере того, о чём я когда-либо говорила, что так не делайте, нельзя так делать некрасиво, я покажу сегодня, как нужно делать. То есть, то, что плохо, и то, что хорошо, всё будет в этом видео. Давайте с вами сначала начнём с плитки. Я понимаю, что люди, которые вот только начинают делать ремонт, они никогда с этим не сталкивались, вообще не знают, что сейчас есть, что сейчас красиво, модно. Они идут в Леруа Мерлен, в Обе, и смотрят вот выбор плитки. А там дельфинчики опять. Я прекрасно понимаю, что просто так происходит, потому что люди не осведомлены, где можно взять хорошую плитку, красивую плитку, и что вообще есть. В принципе, вся испанская плитка, это Мейнзуик, Вип, Парцеланоза, Вивс Керамика, а вот все эти компании, они выпускают потрясающе красивую плитку. Не все экземпляры бюджетные, но можно найти в любом случае бюджетные, даже цена будет в районе где-то плитки из Леруа Мерлен. Такую плитку я не рекомендую покупать по внешнему виду. Это, естественно, дельфинчики, потому что это просто некрасиво. Это плитка с цветочками с фотопечатью. Иллюстрация – это красиво. Иллюстрация – это нарисованные какие-то узоры, цветочки, ромбики, все что угодно. Это может быть красиво, и это можно найти красивое. Но если это фотопечать, то это всегда страшно. Где у вас на плитке фотографии тигрят, львят, цветочков, травинки, божьих коровок, бабочек, рыбок и всего? Вот это вся фотопечать – это некрасиво. Также я против плитки мозаики под амбре. Я очень сильно люблю мозаику. Она бывает очень красивой, безумно красивой. Если вы, например, зайдете в мосплитку, которой, например, по Москве просто огромное количество, или в планету плитки, вы увидите, какие есть красивые виды мозаики. Она есть однотонная, она есть в виде камушков, она есть какая-то бензиновая, глянцевая, не глянцевая. В общем, ее огромное количество. Но мозаика, которая под амбре, то есть начиная с темного, зеленого, дальше переход в светло-зеленый, где-то там белый квадратик, а где-то здесь темный квадратик. И вот это вот в одном тоне, как бы, ну, типа амбре эффект. Это смотрится очень некрасиво и несовременно. Такое модно было действительно делать когда-то, но не сейчас. Сейчас у нас 2019 год на дворе, и время идет, и тренды меняются. Да ладно, черт с ними, с трендами. Давайте отвяжемся мы от этого уже, наконец-таки, слова. Дело даже в красоте. Например, ситуация с плиткой кабанчик. Кабанчик знают все, это вот эти белые прямоугольнички, которые просто у каждого человека, который восхищается сканди интерьером, есть на кухне, есть ванная плитка кабанчик. Я ее в проекты часто очень использую. Почему? Плитка кабанчик, это как чистый лист. Это в любом случае красиво. И это будет красиво даже через 30 лет. Потому что это просто чистый лист, на котором вы сможете сделать красоту. Плитка амбре, мозаика, почему это некрасиво сейчас и было некрасиво тогда, но модно. Никто не говорит, мода и красота, это разные абсолютно вещи, как и мода и вкус. Это абсолютно разные вещи. Если вы сделаете плитку мозаику, то мебель вы должны будете подбирать однотонную, чтобы она сочеталась с этой мозаикой. Если вы сделаете плитку кабанчик белого цвета, то у вас этот настолько чистый лист, вы можете тумбу под раковину сделать розовую, желтую, синюю, красную, зеленую, абсолютно любую. Разные полотенца, разные аксессуары, хромированные или черные, или золотые сантехнические разные приборы. Там душевая лейка, краны и прочее. Плитка кабанчик это не модно, это не в тренде, это не тенденция. Это просто красиво. И это сделано со вкусом обычно. Поэтому плитку кабанчик так сильно любят все люди, все дизайнеры, все те, кто не относится никак к дизайну, а просто хочет себе сделать красивый дом. Вот увидите, даже если она сейчас всем надоела, и через 30 лет такие санузлы и такая кухня с плиткой кабанчиком будет выглядеть все равно красиво. Также рекомендую выдержаться от уже собранных квадратиков плитки. Что я имею в виду? Например, вы приходите в тот же самый Леруа Мерлен, вы видите плитку какую-нибудь 80 на 30, и на ней уже расчерчены квадратики, такие пэтчворк, типа как ковер-пэтчворк. И между этими квадратиками уже есть определенный шов. А вот теперь представьте, эту плитку 80 на 40 с уже как бы нарисованными швами, с фотопечатью. Вы стыкуете эти большие плиты, а там-то уже есть швы, и вам надо такие же точно сделать швы в точно таком же цвете, в точно таком же размере. И если вы хоть немножечко не попадете в цвет или размер, например, тут у вас шовчик прям, ну, не знаю, 0,1 мм, а у вас будет, например, 1 мм шов, вы уже не попадаете, и это будет смотреться очень некрасиво. Какую плитку лучше покупать? Какую плитку лучше выбирать? Лучше выбирать, первое, это сделанную под натуральные материалы. Например, плитка под мрамор, плитка под дерево, плитка под бетон. Я согласна, что есть равно недостойные внимания экземпляры, что плитка под дерево бывает очень страшно сделанная, но ходите, ищите, выбирайте. И вот как раз со всеми этими плитками идеально сочетается белый кабанчик. Вот вы не промахнетесь, если вы выберете белый кабанчик, и дерево, мрамор или бетон под него. У вас будет идеальная ванна. В одном варианте у вас будет строгий лофт, в другом у вас будет классика, и в третьем у вас будет сканди интерьер. Очень красиво смотрится плитка с геометрией. Например, это какие-нибудь квадратики, ромбики, полосочки. Геометрия это тоже красиво. Если вы хотите какую-нибудь 3D плитку, то я советую присмотреться к плитке порцеланоза, потому что у них очень красивые 3D, действительно такие есть модели. Также советую присмотреться к плиткам коврам, или к плитке, на которой нарисован пэтчворк узор. Надо отрезаться говорить слово модные в тренде, потому что важнее всего, что красиво, и что будет красиво и дальше, и через 10 лет. И пэтчворк это то, что будет красиво. Если вам это нравится, это будет красиво и через 30, через 40, через 50 лет. Это правда так. Пэтчворк может либо нравиться, либо не нравиться. Тут другого не дано. И если вам нравится такой узор, то делайте. Плитка ковры это моя личная особая любовь, это просто какое-то искусство. Сейчас, конечно же, плитки ковры это не просто какие-нибудь там ромбики, квадратики, Это еще какие-то красивые безумные узоры, но где у вас помещение небольшое, например, прихожая или тот же самый санузел, или какая-нибудь дорожка около кухни, это безумно стильно будет смотреться дальше с однотонным каким-нибудь полом, там ламинат или наливной пол или еще что-то. В общем, плитка ковер это прям та самая изюминка, которая отлично заиграет в вашем интерьере. И все-таки я за мозаику, я за мозаику, но однотонную, либо которая сделана под камень, под стеклышки, знаете, такие побитые, которые не просто квадратики, а которые именно хаотичными разноразмерными форматами, они вот представлены. Очень красивая мозаика, приезжайте в Мосплитку, если вы живете в Москве, посмотрите на мозаику в Мосплитке, у них там есть целый стенд. Есть такой также в Москве салон Zodiac, он находится на Ленинском проспекте, где-то на Маршала Жукова вроде, или Тухачевского. В общем, там представлена тоже мозаика, очень красивая парцеллоноза. Мозаика у Kerama Marazzi, она бюджетная, но она однотонная и она очень красивая. Есть все цвета просто, и серые, и розовые, и синие, и желтые, выбирайте какой хотите, если вам нравится мозаика, то Kerama Marazzi это и бюджет, и красота. Давайте с вами поговорим о шкафах, потому что я очень часто упоминала, что не покупаете шкафы в лазурите, в шатуре мебели, это все какое-то некрасивое, покупаете в Икеа. Объясню, почему и что вообще-то такое происходит со шкафами в России. Я считаю, что с ними полнейшая беда, однозначно. Шкафы лучше всего делать либо на заказ, чтобы это было красиво, либо строить гардеробные. Причем гардеробные это не обязательно отдельная комната, я вам показывала свою гардеробную, которая построена в комнате 16 квадратных метров. Просто прямоугольная. Да, это не та комната, в которую ты заходишь, и там ты еще все видишь, и там все красиво, и зеркало стоит, и пуфик стоит, и сумочку бросила, и туфельки на стеллаже. Это немножко другое. Это просто стеллажи и комоды, которые не так приглядно выглядят, но они все спрятаны туда за стеной. И ты можешь сделать себе кучу полок до потолка, ты туда реально можешь зайти, все найти, и у тебя вокруг куча стеллажей, и все из комнаты убрано туда. Это безумно удобно. Почему я против отдельно стоящих шкафов? Потому что они выглядят страшно, они обычно не такие высокие, и такое ощущение, как будто, вот знаете, стоит какая-то мебель, которая обрезает прям всю вашу комнату. И еще и сделано некрасиво. Обязательно с какими-нибудь хромированными длинными ручками, с какими-нибудь хромированными профилями. Вот, в общем, это все некрасиво сделано. Некрасиво, и тут другого объяснения нет. Я очень сильно за шкафы икеевские Pax, потому что я считаю, что это, пожалуй, единственные, наверное, на рынке в России шкафы, которые достойно выглядят, которые бюджетно стоят, и которые еще и высокие. Там есть 2,36. И вы легко можете опустить свой потолок и сделать так, чтобы у вас были шкафы прям до потолка. Именно в этом месте. Не обязательно опускать их по всей квартире, это можно сделать только в этом месте. Просто это намного эстетичнее выглядит, и нет вот этой вот дырки, на которой скапливается пыль, на которую вы можете засунуть какие-нибудь коробки, которые в любом случае будут видны. Кстати, еще одна причина завести гардеробную, даже маленькую. Когда у вас есть шкаф, который не до потолка, вам жалко то место, которое просто пропадает, которое просто в пыли, и вы обязательно туда положите чемодан, коньки, коробку от телевизора, потому что телевизор на гарантии год, и коробку нельзя выкидывать, одеть ее куда-то надо. Обязательно на шкафу у вас будет лежать какой-то хлам. В гардеробной вы этого не увидите. Вы сделаете там кучу себе полок, и, соответственно, просто эти все полки можете заполнить, и вы не будете это видеть в своей красивой комнате, где вам нужно расслабляться, где вам нужно просто, понимаете, отдыхать после рабочего дня, после ритма города. Вы не увидите этого хлам. Я считаю, что шатура и лазурит производят действительно не очень красивую мебель. Покупать там шкафы, почему я никому не советую? У меня был шкаф из лазурита, такой беленый дуб с речками под бамбук, такой сделанный красивый. Но это было лет 15 назад в моей детской комнате, и настолько уже мир шагнул вперед, и столько появилось красоты, и столько возможностей сделать эту красоту. А на сайте лазурита все так же и висят те самые шкафы, которые были 15 лет назад. И все тот же шкаф, который был у меня в моей детской комнате, он все так же там и висит. И ничего нового не производится, ничего нового не предлагается покупателю. А как бы время идет, картинки-то красивые появляются в Пинтересте, и нам-то хочется так же. А получается по факту шатура, лазурит и страшные шкафы. Я так топлю за Икею, потому что Икея обновляет свой ассортимент. У Икеи постоянно какие-то новые дверки появляются. Даже если у них система PAX, она уже есть достаточно давно, и она одного размера, там есть разные модули, то дверки они постоянно обновляют, постоянно появляются какие-то новые цвета, новые фактуры, новые какие-то там элементы на дверках. Вы можете купить красивые ручки, керамические, в виде слоников, черепашек, с узорами какими-нибудь, золотые, черные, любые красивые ручки. И это уже будет нормальный предмет мебели, а не вот это вот странное сооружение, которое стоит в вашей комнате. И это, естественно, вы понимаете, что речь про нормальные большие шкафы, в которых все помещается, а не про те шкафы, которые на тонких ножках такие, типа в ретро-стиле стоят. Таких тоже очень много, это красивые предметы мебели, ничего против них не имею. Но речь сейчас идет именно о тех шкафах, которые должны вмещать в себя все, и одежду, и обувь, и коньки, и так далее, и так далее. Хотела с вами еще обсудить диван. Я не советую покупать диваны на хромированных ножках, потому что они смотрятся некрасиво. Если вы хотите диван высокий на ножках, то можно купить на деревянных, на черных металлических ножках, на каких-нибудь тоненьких, таких интересных под ретро-стиль ножках. В общем, диванов тоже огромное количество красивых, приподнятых, которые не будут у вас стоять на полу. Если вы, например, противник такой вот фундаментальной мебели, которая стоит, а хотите что-то легкое, больше легкости, больше в ретро-стиле, то значит берите диван на ножках, но просто не хромированных, потому что хром смотрится некрасиво. Также я советую обходить стороной дивана с деревянными вставками на подлокотниках. С теми самыми вставками, на которые так удобно поставить чашечку с чаем или с кофе. Лучше купите себе маленький столик. Также рекомендую не обращать внимания на диван с такой пестренькой обивкой, цветочки, ромбики, кружочки, полосочки, пэтчворк и так далее, и так далее. Если вам диван кажется каким-то скучным, однотонным, обыграйте его подушками красивыми. Причем диванные подушки, которые идут в комплекте, это обычно некрасиво. Советую покупать всегда подушки в магазинах декора. H&M Home, Ikea, Zara Home, Laredood, Ashan в авиапарке, если вы находитесь в Москве. Магазин с замечательной фамилией, где очень низкие цены. Еще очень много разных магазинов есть декора, но подушки должны быть отдельные от дивана, которые вы купили и которыми вы привнесли какую-то красоту на вашу вот это вот замечательное мягкое ложе. За какие диваны я топлю? Я топлю за диваны на ножках, но только на деревянных, либо черных металлических, каких-нибудь под стиль лофт, либо каких-нибудь интересных ножках. Если у вас вдруг классика, классический интерьер, то присмотрите к дивану Chester. Это бессмертная классика, которая красиво, красиво сделанная, и всегда он будет просто и в моде, если уж вы ориентируетесь на моду. И в принципе он очень красиво выглядит. Диваны с пухлыми подушками, знаете, на которые прям садишься и ты проваливаешься. И глубокие диваны, которые в глубину примерно где-то, наверное, метр. На которые вы садитесь и вы прям практически ложитесь на него. Вот такие диваны, они очень здоровские, они здорово смотрятся. Очень советую смотреть диваны на диванру, потому что там действительно они очень хорошие. И посмотрите, там очень много диванов, которые на ножках, на деревянных. Вот о таких я говорю. Там есть диван, кстати, Chester, в которых классики подходят. Это классики и к лофту, на самом деле он ко всему подходит. Теперь переходим с вами к стульям. Стулья это еще одна беда, потому что почему-то сейчас в магазинах, блин, в 2019 году продаются стулья вот эти вот страшные хромированные. Мало того, что они страшные, они неудобные безумно. У вас спина на них затекает, спина болит. Это вот хромированная палочка, спиночка, она врезается в ваш позвонок. И это настолько неудобно. И почему вообще эти стулья до сих пор есть в продаже, я не могу понять. Бывают они и дороже, непонятно вообще почему. Я советую покупать либо деревянные стулья, либо стулья как кресло, если вы их берете в столовую, если у вас позволяет место, мягкие. В которых удобно сесть, в которых удобно кушать, в которых удобно разговаривать с своими гостями. В общем, такие стулья, в которых вам реально будет комфортно. Денские стулья, настолько красивые. И вообще, в принципе, все ретро-модели, это бессмертная классика, которая безумно красиво будет смотреться в вашем интерьере. Какой бы он ни был, классика, сканди, лофт, ар-деко, абсолютно любой ретро-стулья, это всегда они вносят какую-то вот свою изюмину. Мой самый любимый стул, это венский стул. Мне кажется, это просто такое произведение искусства. Технология изготовления венского стула появилась в 19 веке. Придумал ее мастер из Вены Михаэль Тона. Продуманно, интересно и необыкновенно. Вы представляете, древесину, вот этот вот круг на венском стуле гнут паром. Вы представляете, чтобы древесину гнули паром. Это настолько шедевр, это настолько необыкновенно. Даже сейчас, в 2019 году, в 21 веке, это необыкновенная технология. И эти стулья, просто потому что они необыкновенно сделаны, они должны нравиться всем. Они не могут не нравиться. Если вы, например, не хотите коричневые темные стулья, какими являются венские обычно, покрасьте. Я вам рассказывала про мебельные краски Дарьи Гейлер или Ани Слоун. Эти мебельные краски замечательно просто подходят для стульев. Потом покрывайте лаком или воском. Пожалуйста, пользуйтесь. У вас венский стул может быть желтый, красный, зеленый. Каких-нибудь очень приятных пастельных оттенков. Мятных, розовых, голубых. Фантазия должна быть неограничена. Притом, я знаю, что в очень многих шоурумах дизайнерских сейчас продаются венские стулья уже в розовом, в синем цвете. И они стоят каких-то совершенно неимоверных денег. Например, венский стул стоит около 25-30 тысяч. У меня всегда глаза просто лезут на лоб от этих цифр, потому что я знаю, что венские стулья можно купить дешево. И можно купить дешево краску и просто покрасить этот стул. Это же настолько просто и настолько здорово. Где посмотреть стулья, чтобы не напороться на хромированные страшные? Смотрите стулья в InMyRoom. Попадаются, конечно, экземпляры, которые не очень красивые, но в целом, в принципе, там отобраны очень даже достойные модели. И есть бюджетные. Просто поставьте цену по возрастанию и вы увидите, что там есть очень недорогие модели и можно их приобрести. На InMyRoom есть моя скидка. Когда вы сделаете покупку и в корзине вы вводите промокод IMUDesigner. У вас будет 5% скидка, так что пользуйтесь на здоровье. Ещё можно посмотреть стулья на Divan Room. Также там есть очень хорошие экземпляры и металлические стулья под лов там есть очень красивые. И деревянные там тоже есть. И венские там, кстати, стулы есть. И мягкие стулья, кресла для столовой там есть. В общем, там есть тоже всё. И ещё с вами пройдёмся немножечко по отделочным материалам. Точнее, по обоям. Какие обои стоит обходить стороной? Например, те, на которых нарисованы кирпичики. Кирпичики на обоях это равно некрасиво. Которые с имитацией под дерево, то есть нарисованы доски. Будет обходить также стороной обои с фотопечатью. Вот все обои, где не нарисован, а именно фотография. Тигра, льва, цветочков, бабочек. Также я не рекомендую обои с царапки. Это, знаете, вот такие обои с текстурой, как будто бы они процарапанные уже. С какими-то либо волночками царапанными. Вот эти вот царапки, любой абсолютно узор. А когда еще туда добавляют блестки, люрекс, да все это сверкает. И такое поцарапано на твоих стенах. Не надо их покупать, если вы делаете ремонт с нуля. Еще топ-стоп моих обоев это обои с узорами и легким сиянием. И все-таки я не советую очень популярный сейчас принт. И действительно очень красивый принт, но я его не советую. Это большие тропические листья. Да и маленькие тоже. Тропические листья, типа там листья пальмы, листья монстера, даже нарисованные. Я не очень их советую, хотя они есть в красивом исполнении. Потому что наступит Новый год, будет джингл белс, будет стоять елка, будут висеть красные шарики. И как бы обои тропические и елка на фоне них смотрится немножечко странно. Теперь, какие же обои выбирать? Если вы все-таки за Леруа, Гипермаркет, Твой дом, Оби и так далее, то советую все-таки выбирать обои однотонные. На которых не нарисованы гондольеры с гондолами, на которых нет люрекса, на которых нет фотографий цветочков. Вот просто однотонные. Чтобы это было как чистый лист, чтобы вы на эти обои уже повесили рамки, постеры, картинки. Все, что в вашей душе угодно. Главное, выбирайте однотонные обои, придерживайтесь их. На сайте Odesign представлены просто замечательные шведские обои, обои из Англии. Это чуть-чуть может быть дороже, чем обои из Леруа. Да, там есть еще и премиум сегмент, который очень дорогой. Но там можно найти и достаточно дешевые рулоны. Эти обои безумно красивые. Там есть красивая геометрия, там есть красивые однотонные. Там даже есть вот этим вот сиянием, но при этом это сделано в каком-то контрасте. И они там абсолютно по-другому выглядят, не как обои из Леруа с этим вот сиянием ужасно. Если выбирать детские обои, там есть безумно добрые иллюстрации. Очень красивые и добрые иллюстрации. Если вы хотите цветочки на ваших обоях, то выбирайте цветочки нарисованные, а не напечатанные. Чтобы это была не фотография, а именно нарисованные. Если хотите какое-то легкое сияние, блеск, тогда выбирайте контрастные. Это будет смотреться очень здорово. Например, на белых обоях какие-то золотые вставки. Или на черных обоях золотые вставки. На синих очень красиво будет это все выглядеть. Если детские обои, то советую отказаться от обои с какими-то персонажами. Типа тачки какие-то. Там сейчас еще есть мультики такие страшные. Маша и Медведь. Сделайте лучше обои с какими-нибудь красивыми иллюстрациями. Собственно, это все, что вам хотелось сегодня рассказать. Надеюсь, что мои советы вам были полезны. Именно тем людям, которые сейчас начинают делать ремонты и не понимают грань между красивой и некрасивой. Огромное спасибо за просмотр и за добрые комментарии, которые вы оставляете. Всем спасибо. Всем добра. Хочешь вкусняшку? Нету. Ваня! Прости. Да, мам, ель моя красивая. Умняшечка. Давайте обсудим с вами шкафы. Потому-то... Потому-то, потому-то... Всех важнее и дороже. Всех доверчивее и строже. В этом мире доброта. Сегодня в караоке. Обязательно.